У вас проблемы с суставами? Тогда это видео для вас. Те, у кого все хорошо, тоже могут послушать и посмотреть, что-нибудь подчеркнуть для себя. Ведь предупредить недуг всегда легче, чем потом его лечить. Помощь суставам. Что делать, если ваши связи и суставы болят, не давая вам нормально заниматься? Ответ прост. Лечись. А что, если предупреждать болезни суставов и связок заранее? Что принимать и сколько? Проще предупредить, чем лечить. Ты хочешь делать приседания и не можешь, болят колени. Ты пытаешься жать лежа снова, ничего не выходит, болят локти. Ты пробуешь качать плечи, но жим сидя и стоя не идет, очень болит плечо. Да, такова специфика нашего спорта. Многоповторные сеты изнашивают суставы, провоцируют артриты и воспаление связок. Мало кому дано уберечься. Между тем, есть на свете одна хорошая штука под названием фарбакологическая профилактика. В периоды особо тяжелого тренинга вы принимаете препараты, которые помогают вашим суставам благополучно пережить прессинг больших весов. В итоге ваши суставы с гарантией выстоят. Да, еще и обретут надежные долголетия. Проблема заболевания суставов в бодибилдинге сводится к истиранию хрящевой ткани, покрывающей скользящие поверхности суставов. Вообще-то, хрящи сами по себе очень прочны, а потому истирание постигает суставы где-то глубоко за 70. Однако, когда вы, к примеру, приседаете с тяжелой штангой, вес отягощения припечатывает суставные поверхности друг к другу. С силой, на которую природа не рассчитывала. Трение внутри коленного сустава многоповторно возрастает. Отсюда и берется преждевременное истирание. Профилактика этого явления сводится к приему препаратов, препятствующих стиранию или восстанавливающих состоявшиеся повреждения. Первое. Глюкозамин. Это препарат номер один, достоверно доказавший свою эффективность в лабораторных опытах. Впрочем, глюкозамин используется уже много лет. Его испробовали на себе миллионы культуристов по всему миру. И этот практический опыт неопровержимо свидетельствует пользу этого препарата. Глюкозамин это строительный блок, который организм использует для создания уникальных молекул. Которые он лечит поврежденные хрящевые ткани. Прием глюкозамина впрямую помогает восстановлению хрящей, пострадавших от тяжелого тренинга. Недавно ученые взялись выяснить, как прием глюкозамина влияет на действие ибупрофена. Этот противовоспалительный препарат вошел в широкую практику нашего спорта, поскольку снимает суставные боли после тренировок. Оказалось, что глюкозамин усиливает и противовоспалительный, и болеутоляющий эффект ибупрофена. Другое дело, что глюкозамин медики применяют короткими курсами для лечения болезней суставов у пожилых людей. Курс лечения обычно длится полтора-два месяца. Ну а многие культуристы принимают глюкозамин круглогодично. Делать это категорически нельзя. Ученые считают, что при длительном приеме препарат может повредить углеводному обмену, в частности нарушить действие поджелудочной железы. Практикуйте прием глюкозамина терапевтическими курсами по 6-8 недель. Повторяйте такие курсы не чаще 2-3 раз в год. Дозировка от полутора до двух тысяч миллиграмм в день. 2-3 приема. Номер 2. Гидролизат коллагена. Желатин. Речь идет об одном из видов протеина, который помогает регенерации и обновлению хрящевой ткани. Коллаген синтезирует самим организмом. Если принимать коллаген, выделенный из костей животных в виде пищевой добавки, наблюдается явное улучшение состояния суставов. Ученые установили, что такой коллаген стимулирует выработку человеческого коллагена. Второго типа, что принципиально важно для залечивания хрящевых повреждений. В любом случае коллаген работает. Он не всесилен, однако профилактический прием препарата будет иметь несомненную пользу. Тозировка 10 грамм в день в течение трех месяцев. Дольше принимать коллаген бесполезно. Номер 3. Хондроитин. Это еще один строительный блок в составе хрящевой ткани. Молекула хондроитина несет с собой воду. А это крайне важно для благополучной жизнедеятельности хрящей. Как известно, в хрящах отсутствуют капилляры, которые могли бы питать их необходимыми веществами, в том числе водой. Ну а если хрящи теряют воду, они становятся менее износостойкими. Прием хондроитина в виде пищевой добавки будет крайне полезен в период тяжелых тренировок. Номер 4. Рыбий жир. Рыбий жир выраженными противоспалительными свойствами. Культуристу, которого беспокоят суставы, надо принимать до 3 грамм кислот. Омега-3 ежедневно. Препараты рыбьего жира содержат около 30% таких кислот. Так что рыбий жир вам придется принимать в количестве 10 грамм в день. Однако, дольше пару недель делать этого не стоит. Далее, надо перейти на терапевтическую дозу в 3 грамма. Можно услышать, будто рыбий жир очень полезен и его можно принимать сколько хочешь. На самом деле это не так. Потребление свыше 3 грамм рыбьего жира в сутки ухудшает работу сердца и даже может спровоцировать диабет. От рыбьего жира кровь становится гуще. Это провоцирует перебои в работе сердца, удушье и прочие неприятные симптомы. Дозировка 2-3 грамма рыбьего жира в сутки. Номер 5. Куркума. Эту траву именуют тайным секретом пятизвездочных ресторанов. Она широко применяется в приготовлении экзотических блюд. Та же самая трава, как оказалось, может помочь при воспалении суставов. Во-первых, она содержит сильнейшие природные антиоксиданты. А во-вторых, подавляет секрецию гистамина. При этом куркума усиливает продукцию кортизола. А он, как известно, имеет мощный противовоспалительный эффект. Что касается пищевых добавок из куркумы, то называются они куркумин. Добавки используются и продаются. Дозировка до 500 миллиграмм 3 раза в день. Номер 6. Метилсульфанилметан. Входит в состав начинки газовых боеприпасов. В органическом виде его можно отыскать в овощах, фруктах и зерновых. Данное соединение входит в состав многих животных тканей. В частности, хрящевых. Медики открыли, что при артрите, мучительных заболеваниях суставов, уровень этого соединения в хрящах снижается. Отсюда родилось предложение принимать МСМ в виде пищевой добавки. Поразительно, но больные артритом после полуторамесячного приема добавки почти перестали страдать от боли. Дозировка от 250 до 2000 миллиграмм в день. Номер 7. Эстракт зеленого чая. Эта пищевая добавка то и дело обнаруживает новые полезные свойства. Оказалось, что в составе экстракта есть антиоксиданты, катехины, которые обладают противоспалительными свойствами. Более того, они помогают клещам сопротивляться истиранию. Многие культуристы утверждают, что эстракт зеленого чая снижает боль в суставах. Так или иначе, но добавку принимать стоит. Это кладезь антиоксидантов, но наука доказала, что дефицит антиоксидантов усугубляет воспаление. Самый главный антиоксидант при заболеваниях и травмах суставов называется эпигалокотехин галат. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok